Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули у нас сегодня с вами в Мукбанг. Я сама самостоятельно приготовила тако. Получилось не очень, потому что я выбрала нехороший лаваш. Поэтому, то есть, я выбрала очень тоненький лаваш. И они у меня получились вот такие, не совсем такие, как на картинке. Но я думаю, что это не сильно помешает тому, что мы с вами снимем Мукбанг. Также здесь чечевичный суп, который приготовила мамочка. И вот такой вот соус. Тоже нашла рецепт в интернете. Как хорошо, что этот интернет есть. Как хорошо, что есть YouTube, где мы можем найти абсолютно все. Здесь у нас корнишоны, лучок зеленый и самая обычная вода. Я выложила видео, где пью колу. И сразу нашли мои подписчики с этого канала. И начали мне писать, Айка, ты же говорила, что ты не будешь пить колу. Я постаралась просто уменьшить. Но это не значит, что вообще никуда в жизни ничего сладкого я не съем. Просто уменьшить количество. Еще я хочу заняться своими волосами. Заняться в каком плане. Домашний уход. Исключить просто все эти фены, утюжки. Я вообще еще никогда термозащитой не пользуюсь. Постоянно на мукбанках у меня лак для волос. Потому что это смотрится эстетично красиво. Меня раздражает, когда у меня такой перчесон. Вот поэтому хочу немножко заняться своими волосами. Потому что длина у меня есть, но они на кончиках очень сухие. Так что если в следующих мукбанках вы будете видеть меня с растрепанными волосами в непривычном виде. Знаете, я просто хочу улучшить состояние своих волос. Поэтому вынуждена быть в таком виде. Второй у меня уже пошел. В ресторане пробовала недавно. Мне не понравилось. Было совершенно невкусно. Я сюда и сыр сверху добавила. Все-все-все по рецепту. Сегодня мы с вами будем отвечать на вопросы. И запросникам, которые я ставила в инстаграм очень давно. Просто этот запросник у меня в архиве. Я могу спокойно оттуда брать интересные вопросы. Пишет, кстати, мне вчера моя подписчица. А что вот я никогда не была в Азербайджане. Вот приехала на родину и так далее. Мы можем с тобой встретиться. Честно, я увидела это сообщение, ничего не ответила. Почему? Потому что я человека совершенно не знаю. Может произойти абсолютно все. Это может быть и адекватно хороший человек. А может быть какой-то больной на голову. Поэтому, не зная человека, просто брать видится, я думаю, это не совсем безопасно. Следующий вопрос. Если бы не было социального давления, ты бы хотела замуж или больше склонялась к свободе? А недавно я ехала в деревню. Ехала не одна. И, в общем, у нас был такой разговор. Моя собеседница спросила меня про одного человека. Я говорю, что этот человек не хочет замуж. Человек не хочет детей. Она говорит, как? Это же ненормально. Это же аморально. Что значит не хочет детей? Я считаю, что у нас в социуме есть такая проблема. Людям, у которых есть дети, им кажется, что все мечтают оказаться на их месте. Вот почему-то люди реально так думают. Я себя не отношу к этим людям. Но я с уважением отношусь к людям абсолютно нормально. Те, кто не хотят детей. И еще, мне кажется, это идет от, собственно, эгоизма. Люди думают, что в старости дети обязаны за ними ухаживать. И вот в этом смысле, я думаю, что наше общество должно со временем уже понять, что никто никому ничего не обязан. Ребенок не выбирал появляться на свет. Это ваша ответственность. Например, я помогаю своим родителям. Естественно, финансово тоже. Но у нас нету такого, что вот у меня мама скажет, я тебя вырастила, ты обязана вообще. Тот же, например, мой родной брат, который живет в России. Кстати, я реально так начинаю переживать за него. Там по новостям вижу. Он мне сам отправляет. Там несколько беспилотников. Сбили здание. Попали, точнее, в здание. Ситуация реально неспокойная. Вот реально суп с таком прям супер. Если бы просто так, это было бы суховато. Но я лично люблю так. Например, мой брат. Он планирует со своей женой переехать сюда. Я вам оставляла ссылку на Дашу. Мы никогда не были против Даши. Она не даст соврать. То есть это чисто его выбор. И мы никогда не вмешивались в это. Этот соус даже не нужен. Так-так. Вкусно. В общем, переезжать, не переезжать. На ком жениться. Как жить. Мы вообще не вмешиваемся. Я считаю, что общество тоже не должно вмешиваться. указывать какой-то правильный путь. Еще один вопрос. В чем секрет успеха твоего азербайджанского канала? Очень быстро развивается. Сейчас на моем азербайджанском канале 94, по-моему, тысячи подписчиков. Я набрала эту аудиторию за полгода. Еще плюс. У меня на каждом видео, ну, в среднем 70-80 тысяч просмотров. Это больше, чем на этом канале. И многие там спрашивают, как, что. Расскажи. Если честно, я вот столько лет снимаю контент для Ютьюба, я до сих пор так и не смогла понять, почему у кого-то есть просмотры, а у кого-то нет. Элементарно вот эти бумажные каналы. Я наткнулась на девочку, которая настолько круто рисует бумажные сюрпризы. У нее так мало просмотров. Хотя подписчиков уже 13 тысяч. То есть даже эти подписчики не смотрят ее контент. Это обидно. Это обидно. А то же самое, знаете, непонятно. Непонятно, за что смотрит определенного человека. Почему? Причем, когда на протяжении длительного периода. Я, конечно, благодарна каждому. Абсолютно искренне вам это говорю. Я благодарна каждому, кто на протяжении уже 5 лет смотрит мой контент. Мне кажется, я за этот период выросла. Стала более спокойнее, уравновешеннее. Какие-то личные моменты я уже не выставляю. То есть стараюсь по минимуму выставлять. Потому что иногда хейтеры бьют по самым твоим уязвимым местам. И вот в чем секрет. Возможно, вы подумаете, я просто не хочу раскрывать карты, чтобы не было конкуренции. Ну, как таковых секретов нет. У меня даже брат говорит о том, что ты бы могла создать курс по продвижению в Ютьюбе, а твои подписчики, поверь мне, бы купили этот курс, и ты бы хорошо заработала на этом. Я говорю, окей, а что я буду рассказывать? Вот что мне конкретно рассказать? Потому что тут не поймешь. Один и тот же человек снимает мукбанг, к примеру, я вам говорю. У кого-то получается аппетитно, у кого-то нет. Например. Цель создания моего канала на Ютьюбе, я вам говорила, было просто то, чтобы мне бесплатно давали косметику. Сейчас, вы знаете, я на бартер не соглашаюсь. Потому что то, что я хочу, я могу купить за собственные деньги. Зачем мне бартер? И то, что я вот с турецкого сайта оставляю ссылки, тренд-йога, это я все покупаю за собственные деньги. Меня сейчас приглашают в какие-то магазины одежды, там, не знаю, какие-то бутики. Мы вам подарим это, мы вам подарим на какую-то сумму одежду. Как вы уже знаете, у меня эта одежда навалом. Мне она не нужна. Мне нужны деньги. Так что вот так. А еще один интересный вопрос. Почему папа не приезжает? Папа уже действительно давненько не был здесь. И тут одна из подписчиц пишет мне, потому что в России война, там закрыли границы, на самом деле нет. Ничего не закрыто. Честно, у меня папа, он берет сразу отпуск за год, чтобы приехать и прям долго остаться, где-то месяц. Он поменял свое место работы. Он не может сейчас выйти на пенсию, хотела сказать. В общем, отпуск ему дадут через полгода после начала работы там. А он хочет взять еще позже, чтобы взять больше дней. Он вообще, когда приезжает, он обычно где-то на 40 дней остается. Там его отпуск. Плюс еще он берет за свой счет и остается уже длительный период. Эта возможность появится. Папа обязательно приедет. Каждый день абсолютно папа общается с мамой. Его бы воля, он давно бы взял маму с собой туда. Просто в таком случае я останусь одна. Еще плюс, вы, наверное, будете смеяться. Мне кажется, сейчас в России находиться не очень безопасно. Все может произойти, поэтому лучше пока сидеть в домике. А дальше посмотрим. На этом все, мои хорошие. Я съела абсолютно все, потому что было очень-очень вкусно, честно, особенно с супчиком. Тако один раз был на моем канале. В прошлый раз его готовила мама, и у нее получилось намного круче. Было очень красиво у мамы, но у меня тоже было не менее вкусно. На этом все. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.